Девятая заповедь, да, это заповедь, мы говорили, не лжи свидетельств, да, не отзывайся о ближнем должном свидетельствам, то же самое заповедь можно в широком смысле понимать, не лги, да, не говори злое о ближнем твоем, то есть заповедь имеет узкое и широкое значение, и в узком значении, так как она дана, это свидетельствие на суде, то есть свидетель обязан говорить только правду, всю правду, да, и ничего, кроме правды. Свидетельство, чтобы было признано правдимым, должно удовлетворять ряду жестких требований. Суду можно говорить только то, что видел собственными глазами и от начала до конца. Помните, я уже говорил, если вы видели, что человек кричал, я его убью, пошел в дом, да, и выходит из дома с окровавленным ножом и решит труп человека, то нельзя говорить, что этот человек убил, да, для того, чтобы точно говорить то, что ты видел, да. К сожалению, многие люди, ну, имеют такую фантазию в лучшем случае, правда? И вот спросите свидетелей, они вам никогда, свидетели не скажут точно, как было, да? Один, может быть, так было, может быть, чуть-чуть другой скажет по-другому, да? И вот, кстати, эти вещи, если мы видим в Евангелии, это не противоречие, а это что? Это как раз доказательство истинности, потому что именно это показывает, что никто ничего не выдумывал. Если бы Евангелие, если бы все, вот, Иоанния, апостолы делались, писались бы, да, с целью какой-то ввести человека в заблуждение, то такие вещи бы не записывались, обязательно подверглись бы редакции, да? Поэтому мы вот видим, мы не знаем, сколько раз выгонял из храма, один раз вроде, это было начало деятельности Ешева, да, торговцев, другой вроде бы в конце, или там сколько было бесноватых, одни говорят, что выбежали два бесноватых воевателей, говорится об одном, но потому что там говорится, что исцелил Ешева, и были определенные действия, да? А что было с другим бесноватым? Ну, может быть, он исцелился, может, не исцелился, мы не знаем, правда? Да, были два бесноватых, которые жили в гробах. Если вы можете заметить, даже Павел в разные периоды своей жизни дает разные свидетельства. В одном месте, когда говорится об обращении, значит, что был яркий свет, да, и голос с неба. И в одном месте сказано, что люди видели свет, а звука не слышали. В другом месте сказано, что люди слышали какие-то звуки, а света что? Не видели. Скажите, это является основанием того, чтобы не доверять Павлу. Да? Потому что это именно показывает истинность, да? Это именно показывает истинность того, что написано. У каждого человека есть свое восприятие, да? Но в любом случае нельзя додумывать, досказывать, интерпретировать и комментировать увиденное. Или если тебе что-то кто-то рассказал, это нельзя говорить так, как если бы ты увидел, да? Ты должен сослаться конкретно, кто мне сказал. А там все говорят, типа, это вы понимаете, не свидетельство. Правда? Такой-то сказал мне то-то, то-то, то-то. Вот. И в главную, и даже в мелочах, и тем более в деталях, которые важны. Важно также, что даже если свидетель говорит чистую правду, но со слов других людей, его свидетельство признается ложным. То есть, если он даже говорит чистую правду, да? Но он сам этого не видел. А со слов других людей. Можно стать лже-свидетелем, даже не сказав ни слова. В Талмуде приведен такой пример. Рамен говорит ученику. Тебе известно, что я ни разу в жизни никого не обманывал и никогда не пойду на обман, даже если меня посулят золотые деньги. Такой-то человек должен мне деньги, и у меня есть свидетель, что он мой должник. Но одного свидетеля недостаточно. Поэтому прошу тебя, приди в суд, только приди и ничего там не говори. Когда должник увидит, что я привел двух людей, он, скорее всего, примет их за моих свидетелей и сознается в невыплаченном долге. Как вы думаете? Можно такое? Не говори даже. Не говори, что мамы нету дома, да? По телефону. Кто-то слышал, слышал голос проклятия, был свидетеля, не видел, не знал, но не объявил, то он понесет на свидетель. Да, если он был чему-то свидетелем, да, какого-либо преступления и не объявил об этом, да. Это тоже свидетельство, потому что человек делает вид, что он не был. Хорошо, свидетель. Значит так, одного свидетеля недостаточно. И Равин приводит с собой ученика, вроде бы как второго свидетеля. И Талмут заключает, что такая, на первый взгляд, невинная хитрость запрещена. Потому что Равин фактически призывает ученика к ложному свидетельству, пусть даже пассивно, только в своем присутствии. Заповедь, не издаваясь о своем ближнем ложным свидетельствам, жесткая и бескомпромиссная. Потому что о честности свидетеля зависит решение суда и судебная, и судьба участников процесса. Хорошо, если это не говорится о смертной казни, правда? Тогда можно исправить. Также в записи свидетельства скрывается, сосчитается не только сочинение фактов, но и сокрытие истины на суде. За уши свидетельства полагается суровое наказание. «Если судьи расследовали хорошо, и оказалось, что это свидетель, ложный свидетель, ложно обвинивший своего брата, то сделайте ему то, что замышлял он сделать своему брату, и искоренить зло из своей среды». Дворим второзаконие, 19 глава, 18-19 стих. Итак, если на основании этого свидетельства казнили человека, что нужно сделать, служить свидетелем? Казнить его. Есть такая небольшая приписка. Приписка к Даниилу. Вот пророка Даниила, да? И есть апокрифы, там, о Вилле. Как была одна женщина, ее звали Шишана Сусана, вот, и были два старика, которым она отказалась, так сказать, в сексуальных домогательствах. После чего они покатили на нее бочку, да? Вот, а Даниилу пришлось расследовать это дело. И он там спросил, под каким деревом, да, ты там? Да, по одиночке. Один говорит так, другой так. И он понял, что это уже свидетели. И после этого уже свидетели убили. Вот, хорошо. И, значит, если человек молчит, да, если человек молчит и знает о преступлении, но не говорит о нем, он тоже является что? Лжесвидетелем. Лжесвидетелем. Хорошо. Тора считает лжесвидетеля безусловным гуслодеем, которого могли даже казнить, если его донос привел или едва не привел к казни невинного человека. Вообще донос это страшное дело. Доносители, доносчики в Израиле это столько на евреев доносили, как, наверное, ни на один народ мира. Правда? Вот, и есть такая даже за недоносительство, опять-таки, за доносительство, за недоносительство мы будем думать. Когда надо говорить, а когда не надо говорить. Но вот за доносительство не только не карали, но наоборот поощрялось. И даже близкие люди порой не доверяют друг другу. Есть, знаете, некоторые странные законы, даже где жена не может свидетельствовать против мужа своего. Даже если она свидетелем является, и видела, и говорит правду, что она должна, она не имеет права свидетельствовать против мужа. Дети против родителей. И наоборот, то есть, в данном случае здесь говорится о завете, да, завете, о верности. И Тора однозначно говорит, не имей дело с доносчиками, то есть с теми, кто дают ложные показания о ближнем. Держи от них подальше своих детей, чтобы они не научились их лжи и подлости. Помните, какой был доносчик у нас самый известный? Яков. Этот самый. Да нет, нет, нет. Йосиф. Йосиф, не Йосиф. Йосиф, сын Якова, да? Он доносил на братьев из хороших побуждений. Да. Но к чему это привело? Видите, фактически он спровоцировал то, что братья с ним сделали. Конечно, они тоже виноваты. Безусловно, это никто не отнимает. Но он вызывал у них, во-первых, зависть, потому что он был любимым сынком, да? А во-вторых, он вызывал их ненависть. То есть, нельзя обличать, да, в том случае, если ты видишь, что это не приведет к конструктивным, каким-то положительным фактам, да? Иногда бывает лучше промолчать, да. Хорошо. Если суд изначально несправедлив, нужно ли быть честным? Нужно. Да. Вот сейчас фашисты преследуют евреев, да? И требуют выдать евреев. У вас на чердаке сидят двое евреев. И вас спрашивают, вы верующий, вы христианин, вы обязаны сказать правду? Опять-таки, вопрос что? Пикоах не феш. Да? Даже можно пожертвовать своей жизнью, но не выдать, но не выдать людей, да? Пикоах не феш. Итак, если суд несправедливый, да? Вот. А то с христианами получается иногда такая ситуация. Это ремушки все рассмотрели? Да. Да. Ну и кардинал спрашивает о Рашфор. Рашфор, а скажите мне, а что там вчера королева сделала с этим, как его, Бекингемом? Она говорит, как дворянин, я вам не могу об этом сказать. Ну, дворянство-то мы вас можем и лишить. Ну, тогда, как христианин, я обязан вам точно сказать свою правду, да? А это доносительство получается. Видите, как получается? Вот видите, как интересно. Да? Можно лгать? Можно и даже нужно. Да. Вот видите, да. Итак, в некоторых случаях, это и не я говорю, это говорит еврейская этика. Это говорит опыт. Опыт двух тысяч лет. Не только сокрытие, но иногда даже сказать. Являешься истиной, да? Для того, чтобы спасти человека. Итак, отметьте, что если мы будем знать, да, что суд несправедлив или руководствуется порочными законами, и сужденный будет наказан особо жестоким и варварским способом, то нельзя свидетельствовать о таком суде. Ну, смотрели, помните, отверженные, да? Один человек украл у священника там серебряные ложки. Он не только ему ложки эти простил, он же не сказал, я ему прощаю. Он сказал, я же тебе дал это, а почему ты еще забыл еще подсвечники взять, да? Еще и добавлю, видите? Тем более, можно и порой необходимо солгать, если суд, наверное, отправит на казнь не преступника, а не вирную жертву юридического произвола. Знаете, у нас очень много людей было казнено за вещи, которые они не совершали, да? Справедливое правосудие – одно из важнейших условий нормального функционирования любого общества. Поэтому не случайно Тора включила в судопроизводство всем заповедей сыновей Ноаха. Если вы помните, есть десять заповедей и есть семь заповедей, да? Которые основываются на главе, помните, по-моему, восьмая глава, шестой, в общем, по восьмой главе, история Ноаха, да? Ноя. Когда Ноя уже высадился, и Бог дал определенные законы Ною. Но там нету такого закона о суде, о том, чтобы судить. Но там еще сказано, что если будет растерзан зверем, да, взыщется зверя, если будет кровь на человека, взыщется с человека. То есть есть указания, хотя и не в прямом смысле, о том, что нужно делать суд. Но обязательно седьмой закон добавили, потому что в нормальном обществе обязательно должен быть справедливый суд. Правда? И так, значит, имеется вот такое правило. Лучше по ошибке оправдать преступника, чем казнить невиновного, да? Помните, я вам говорил, что современное юридическое право, да, оно основано на римском праве, которое на самом деле не римское, да, а еврейское, потому что писал христианин и еврей, это право, 15 лет, ну, не он один, конечно, писал. Но вот эти законы, представьте, позволили Византийской империи, Восточно-Римской империи просуществовать еще тысячу лет. Представляете? Реформы, которые привели к тому, что еще тысячу лет эта империя стабильно существовала. И уже была разрушена турками, взятие Константинополя, помните? Там, ну, просто прогнило, все прогнило, прогнило полностью общество сверху донизу. Там коррупция была страшнейшая. Турки подводили свой флот к Константинополю. Значит, оказалось, что у флота не было ни парусов, в Изантийской, у флота не было ни парусов, не было ни канатов. Бросились, значит, за канатами, а канаты все прогнили. Значит, изобретатель один подавал на патент византийцам, чтобы пушки сделать, которые будут пробивать стены. Они ему не дали денег. Тогда он пошел к туркам. Турки дали денег. Представляете? Ну, это уже другая история. Но тысячи лет еще позволили справедливые законы существовать в государстве, которое могло развалиться, разрушиться. И на основании этих законов, и сейчас мы тоже живем. И, говорится, лучше по ошибке оправдать преступника, чем казнить невиновного. Ну, вы знаете, что часто имеются даже неуверенные вещи. Вот поэтому адвокаты, ну, уже явных таких преступников, отмазывают, да? И что получается? Они выходят, да? Вот как, да. В свое время, такая считалочка, да, дора, дора, помидора, мы вчера поймали вора. Развязали ноги и руки, и пустили на поруки. Ну, вот так вот, да. Ну, а у нас немножко по-другому. Уже, когда наша мафия занимается, то по-другому. Перебили ноги и руки, и пустили на поруки, да? Да. Итак, каждый религиозный человек, и не только еврей, знает, что есть Божий суд, да? Помните, Лермонтов говорил, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, все мысли и дела он знает наперед. То есть, окончательный суд справедливый предстоит каждому из нас. Но на земле ни один наш поступок не остается без последствий. Иногда бывают случаи, когда прощается, да? И Бог прощает, но все равно мы несем на себя последствия этих поступков. Были такие примеры раввинистических судов. Однажды, к ведущему религиозному авторитету, раввину Шлома Залману Оярбаху, он уже жил в 20 веке, пришла супружеская пара. Жена утверждала, что она получила от мужа гетт разводное письмо, но потеряла его. Муж решительно возражал, что никакого гета он жене не давал. Рав Оярбах почувствовал, что жена говорит неправду, хотя обычно в таких конфликтах суд больше верит женщине. Поэтому Рав спросил, скажите, как проходил ваш развод? Ну вот, например, на свадьбе. Вы обошли вокруг мужа, стоящего под хупой, семь раз против часовой стрелки. А теперь, получая гетт, вы обошли вокруг него семь раз в другую сторону или не обошли? Женщина растерялась и неуверенно пронесла. Да, я помню, что ходила в обратную сторону, но сколько раз не считала. На том обмазчица и попалась, потому что при разводе никаких обходов не совершает. А вообще, как надо обходить? Подчасовые стрелки или против часовой стрелки? Подчасовые стрелки или против часовой стрелки? Вот, смотрите, люди, они совершают обход в синагоге. Называется катафот. Катафот, катафот, да? Обход. В принципе, вот это товар. Да, всё равно. Всё равно, что с востока на запад, что с запада на восток. Но дело в том, что, дело в том, что у язычников есть вот такое правило солнечное. Помните, я вам показывал, что есть свастика, которая идёт по часовой стрелке, да? И есть свастика, идёт, которая против часовой стрелки. И поэтому, так как язычники считают, что по часовой стрелке идти обход, значит, это означает служить силам добра, а против часовой стрелки идти силам зла, да? То язычники обходили, что? По часовой стрелке. Даже говорят, карты играем по солнышку, да? Слышали такое выражение? То по часовой стрелке, как солнышко ходит. И евреи, для того, чтобы их традиции отличались от традиций язычников, опять-таки, это не правило, да? Они обходят как? Против часовой стрелки. А что же делали христиане? Дело в том, что христиане, например, в Руси, они были язычниками. И поэтому они обходили свои синагоги, или хрестный ход там, вокруг синагоги этих самых, храмов, да? Как они обходили? По часовой стрелке. И при Иване Грозном был, так называемый, стоглавый собор. Стоглавый собор, потому что там было сто пунктов. И он установил, что креститься надо двумя перстами, и ходить надо, как? Против часовой стрелки. Для чего? Чтобы христиан от язычников, да? Отличить, да. А потом через сто лет был другой собор при патриархе Никоне, да, помните? При царе Алексея. И там, значит, как сказали тряститься тремя перстами, да? И ходить по часовой стрелке. Сейчас не знаю, как православные ходят. По часовой или против? Кто знает? Да? По часовой, да? То есть, видите, как язычники. опять-таки язычники. Ну, опять-таки я говорю, не играет значение. Я говорю, идоложертвенное ничто, да? И неидоложертвенное ничто. Но евреи, они специально делали так, чтобы это отличалось от каких-то язычников. Итак, видите, женщина говорит, я помню, что ходила в обратную сторону. А в какую сторону и сколько раз она не запомнила. И таким образом она попалась. Шмот, 23-я глава, шмот, исход, да, говорит, первый стих, по-моему, не верь, посмотрите, первый стих или одиннадцатый, как там, не верь ложному слуху, не оказывай поддержки злодею, чтобы не стать лже-свидетелем. «Ва икра», «Ва икра», да, «Ва икра» черная есть и «Ва икра» красная. Так, «Ва икра» говорит, 19-я глава, 11-й стих, «Не крадите, не отрицайте истину, да, и не обманывайте друг друга». И поэтому на этом основании бытовая ложь является тоже лже-свидетельством, да? Если бы просто так говорим, то бытовая ложь является лже-свидетельством. Хорошо, немножко о терминах, которые мы употребляем. О терминах, которые мы употребляем, да? Есть такое понятие зло-языче. Как оно называется? Ла-шон, а-ра. Ла-шон – это язык, да? А-ра означает зло. Зло-языче – это не только когда человек обманывает, да? Он может говорить и правду, но это будет как? Это будет способствовать улучшению данного человека или ухудшению его? Видите, да? Поэтому можно говорить правду и все равно быть ла-шон-га-ра. Хора. Ла-шон – это язык. Га – это определенный артикль. Ра – злой, плохой, да? Да. Злой-языче, как мы говорим, или ла-шон – а-ра. Ла-шон – а-ра. В иудаизме это наиболее строго порицаемый грех, если говорить с точки зрения этики. То есть, что относится к этому? Преднамеренная сплетня или безумная болтовня о ком-либо, заведомо ложный и даже основанный на фактах дурной отзыв, поношение или оскорбление кого-либо, как заочно, так и в лицо, в особенности в присутствии посторонних. И, наконец, самые гнусные виды злоязычия – клевета и донос. Итак, диктует, да? Лошон Гара – это преднамеренная сплетня или безумная болтовня о ком-либо. Знаете, пустословие, да, и многословие – это грех. Согласны? А также различного рода шутки, которые люди отпускают друг по отношению к другу, если они затрагивают, да, честь и достоинство человека. Значит, злоязычия или Лошон Гара – это преднамеренная сплетня или бездумная болтовня о ком-либо, заведомо ложный или даже основанный на фактах дурной отзыв. Ложный или даже основанный на фактах дурной отзыв. То есть, мы можем говорить абсолютную правду, да, и в то же время злоязычия мы говорим, что для иудаизма это наиболее порицаемый грех. Значит, под злоязычием я еще раз говорю, постарайтесь быстрее писать, заведомо ложный или основанный даже на фактах дурной отзыв, поношение, оскорбление кого-либо, заочно или в лицо, да, сплетни, безумная болтовня и заведомо ложный, даже основанный на фактах дурной отзыв, поношение или оскорбление кого-либо, как заочно или в лицо, особенно когда присутствие свидетелей. Поэтому, что сказано в Новом Завете? Если ты имеешь что-то против брата, что сразу пойди пастору доложи. Это что будет называться? Это донос будет называться, да? Вот, надо пойти и как? Со всеми вместе? Один на один, да. Хорошо. Поэтому, видите, это все этические правила иудаизма. Итак, значит, это сплетня, безумная болтовня, заведомо ложный или даже основанный на фактах дурной отзыв, поношение или оскорбление кого-либо, как заочно, так и в лицо. Особенности в присутствии посторонних. И самые гнусные виды злоязычия являются клевета, да? Да. Клевета и донос. Самые глустые виды злоязычия клевета и донос. Вот, клевета, а также хула и дурной отзыв определяются равнозначными терминами, то есть, одно и то же имеет значение, диба или алелот дворим. Диба или алелот дворим. диба здесь удвоение, поэтому можно диба тоже говорить, да? Алелот дворим. Да, алелот хула множественные, алелот. Хульные слова. Вот так можно вывести, да? Хульные слова. Да. Халель. Халель, да? Это хвала. Но ху-лаль. Ху-лаль. Корень один и тот же, да? Только разные слова. Это уже будет как хула. когда мы говорим хула. Валелот. Дворим гей тут мягкое и произносится. Это хульные слова. А диба это клевета. Отсюда от слова диба, то есть отец лжи, отец клеветы, кто? Дибал, да? Дибал. Диба и ба-ал. Тут два корня, да? Дибал. Дибал это что? Хозяин лжи. Хозяин лжи. Кто это? Дьявол. Совершенно верно. В русском мы слышим это дьявол. Почему? Потому что греческое перевели. Когда вот септуагиду переведили, да? Вот этот отец лжи дибал он превратился в диабол. Диабол означает бросающий вызов. Ну, тоже противник, да? Слово мы знаем сатан, что означает? Противящийся. Да, тот, кто против. Сатан. Вот, поэтому дибал получился, превратился в диабол. А по-английски бросающий вызов будет челленджер. и вот смотрите, бог по ругаем не бывает. Сделали такой шаттл под названием челленджер. Дьявол. Запустили дьявола на орбиту. Что с ним случилось? они не имели ввиду. Они не имели ввиду. Вы знаете, что каждое имя, оно имеет свой смысл. Каждое слово, оно имеет свой смысл. И если мы произносим чье-то имя, мы произносим это не только в физическом мире, а и в духовном мире. Вот в чем проблема. челленджер по-английски бросающий вызов. По-гречески дьявол. Дьявол. Я говорю, что слово, которое мы слышим. А? Ну, сейчас мы потом еще будем. Да. Значит, дьявол. Дьявол. И есть еще такое слово дибук. Дибук. Слышали? От того же слова. от того же корня. Дибук. Кто такой дибук? Это дух, который вселяется в какого-либо человека. Ну, вот, мы знаем несколько людей, причем они все были стальные люди, в которых четко был дух Антихриста. Даже жизнь похожа. Даже судьба их детей, их жен похожа. Как люди. Ну, вот, дух Антихриста был в каких людях? Я для примера вам говорю. Да, смотрите, первый человек это Чингисхан, который тем мульчи. Да, чистая сталь, стальной человек. Вы знаете, что он даже был поведен в смерти своего старшего сына? И Сталин был поведен в смерти старшего сына. Тоже интересно, да? Был такой Тамерлан, Тимур Лен, железный хромец, тоже очень жестокий царь, да? И был товарищ Сталин, и у них был один и тот же дух Антихриста. Так же самое было в еврейской, да. Если вы помните, был такой Шабатай Цви, да? И через сто лет, ровно через сто лет, в один, даже тот же самый день, родился другой человек, Яков Франк. Уже наш человек, да? Франк, Франко, это все еврейские фамилии, чтобы вы знали. И Франко, который был диктатором Испании, тоже это еврейская фамилия. И вот этот Яков Франк, он тоже объявил себя мессией, и он сказал, что в нем есть дебук Шабатай Цви. То есть этот дьявол обдержив, вот как дух переходит, да? Дух переходит. Вот смотрите, у Гитлера был явно дух Нейрона. У Гитлера был явно дух Нейрона. Гитлер был великолепным актером. Гитлер был великолепным актером. Нейрон, римский император. И знаете, даже смерть их была похожа, да? В спектакль, превратил свою смерть Гитлера. Да, Гитлер не просто умер, он принес себя в жертву, богу, вот оно, в одинаково, по-нашему, да? пандиона. И причем не только себя, он принес, ну, говоря, 300-350 тысяч человек, никто не считал. Потому что в тот момент, когда Гитлер покончил жизнь с убийством, он приказал затопить берлинское метро. Практически все гражданское население Берлина пряталось в этом метро. Некоторые успели выскочить, некоторые не успели. Но свыше 300 тысяч человек погибло. Вы представляете? Вот сожжение Рима, да? И такая вот огромная жертва, которая сделала с Берлином Гитлером. Вообще поразительные, поразительнейшие вещи. Вот это дебук. Видите, а слово сатан, сатан, мы говорим еще, видите, противник сатан, да, против, а еще слово сатан, мы говорили сота, помните? Сота. Ну, там есть разница сэ, шэ, это разные буквы, но, в принципе, тот же самый смысл. Это противящаяся жена, да, помните? Сотэ глупы, да? Сота глупая. Да, сотэ глупы, да, сота глупая. Жена, которая противится своему мужу, или там осуществляет там какой-то адютер, да, она названа глупой, она глупой, видите? Вот, и сошут, шут, тоже глупый. Поэтому одно из имен дьявола это глупый. Глупый, да? Глупая жена, да, вот, тоже. Противящийся. Да, ну, возможно, и так, да, но, я тоже говорю, лилит, это предание, да, я вам тоже читал поэмы, нет, а лилит, почту как-нибудь. Хорошо. Да, духи, они владычествуют людьми, если человек дает собой владычествовать, правильно? Ну, да, но я говорю еще разочек, что это не есть перерождение, да, но судьба некоторых людей удивительно, поразительным образом похожа, потому что они были под влиянием этого духа. Итак, лошон гора, а арамейский лишана биша, лишана биша по-арамейски. Вот. Значит, есть, значит, рехилут или лаас, рехилут или лаас. Итак, по, на иврите лошон гора, да, по этому самому, по-арамейски мы говорили, это что? Значит, да, значит, да, значит, сейчас, дебаг, где-то я тут зашел. Хорошо. И есть, значит, еврейский, да, эквивалент лишана баша, лишана баша, это арамейское. Есть рехилут или лаас. Рехилут или лаас. рехилут. 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 на иврите. Рехилут или лаас. И лаас. Да. Лаас происходит слово ос, сила, да? Лаас. Здесь удвоение идет через апостолов. Лаас. 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 Да. Или рехилут. Значит, видите, холе, холе, это что? Будничность, да? Это противоположность святости. Да. Рехилут это нечто противоположной святости. Сплетня, она что делает? Она порочит человека, да? Рехилут. Причем сплетня, это может быть и на основании какой-то и безоснованной, да? Когда один что-то говорит плохое о другом человеке. И третий это что делает? Слушает. И поэтому говорят, что, помните, что если мы говорим лошон гора, это то же самое, что убийство. Новый Завет об этом говорит? Да. Если ты скажешь противоположного своего, то ты убийца, да? То вот это дарехилут или лаас, сплетня, она убивает трех человек. То есть три человека лишаются будущего мира, да? Вот где евреи говорят термин спасения, да? А значит термин место в будущем мире, да? Три человека лишаются спасения или место в будущем мире. Кто первый? Тот кто говорит, да? Так. Второй кто? Тот о том, о ком говорится и третий тот, кто слушает. И кто из этих троих людей, ну понимаете, что если человек о нем сплетничает, значит он какой-то подавал повод к сплетням. Согласны? Ну бывает, но как говорится, дыма без огня не бывает. То и на мере. Да. И так получается, что три человека, да, лишается. И кто же из них хуже всех? Нет, тот, кто слушает хуже всех. Тот, кто слушает хуже всех. И так мы говорим Рехи Лут. Сплетня. Рехи Лут. Здесь у меня стихи Вадима Шефнера. Да? Стихи Вадима Шефнера, моего любимого поэта. Любимого поэта. И у него есть много интересных вещей, которые посвящены злословию, которые посвящены вот таким вещам. Сейчас я, подождите, у меня тут много интересных закладок. Нет, тут у меня про сплетню. А вот, сплетня. Напрасенка, малютка, как быстро ты растешь. Вчера звучала шуткой, а завтра бросишь в дрожь. Порхая пестрой птичкой в круг нашего стола, ты злобное величие и когти обрела. Сидим за разговором, бутылки не пусты, и каркая, как ворон, над нами вьешься ты. Кому-то станет тяжко, кого-то ждет тоска, а ты ведь легкой пташкой слетела с языка. Да? Тут еще хорошая стихи. Стыд за другого. Стыд за другого, странный стыд, загадочный особый. В себя он вовсе не таит ни горечи, ни злобы. Знакомый, сидя в кресле, врет безвредно и подробно. Нелепо синив проворот, и хоть бы голос дрогнул. Стыдись, не слушай, но слушай, верь, не верь, оборвать неловко. Вы ложью связаны теперь, как с желтой веревкой. Вы с собеседником своим бесспорно в чем-то схожи. Ты вырух краснеешь, будто с ним ты обменялся кожей. Видите, люди, которые вот так говорят друг с другом, да? И кажется, это пустословие абсолютно ничего никому не обязывается. Они оказываются связанными. Не дьявол их связывает. Сами они связывают друг друг этой ложью. Вот. И значит, еще стыдящего или срамящего Талмуд называет малбин пней хаверо, то есть заставляющий бледнеть ближнего. А для наведчика и доносчика есть такое еще слово, которое малбим, да, или мосрим, мы будем говорить, мосер, мусор. Мусор-доносчик, да? Знаете, есть такое? Хорошо. Итак, малбин пней хаверо, заставляющий бледнеть ближнего. А также выражение арамейское я вас не буду требовать. Ахал курца или корцей. Корцей. А буквально ел тесто кого-либо. Ел тесто кого-либо, да. Корцей или курца. Есть в Балдавиевском такой термин, по-моему, да? Курцит. Есть, да? А что означает? А, куцит нож, да. Значит, я перепутал. Куцит нож. То есть, как будто, если бы ближнего зарезал, правда? Похоже? Нож. Куцит. Да, курцей, курцит. Куцит нож. Все равно, как если бы ты зарезал своего ближнего, а буквально ел тесто. То есть, ел тесто чье-то. И отсюда есть такое выражение в Новом Завете, что вы делаете друг с другом? Угры заяки и что? Съедаете. Хорошо, делаем перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова